С огородами, топ-топ-топ, это опять мыть. Жили ж вместе. И вот когда заходишь, ну мы же все это как бы как одна семья, заходишь на вашу половину, ну всегда так вкусно пахнет, всегда чистенько. И я потом быстренько иду на свои, и тоже начинаю убирать, чтобы было хорошо. Ну а мама моя, она любила розы, да, цветы, розы это было у нас, да. Вот у вас как-то там больше так травы было, ну клубнику, это я помню, уже потом маме говорю, мам, ну давай мы тоже клубнику посадим, ну что, почему у нас нет клубники? А дети говорят, как позовет, ну как клубника уже там в июле, в июне созреть, курить, я тебе угощу. И мне уже, ну мама моя была против, не надо, не надо. А тетя говорит, когда никого нет, у детей угощена, вот немножечко там созрела, вот шури оставь. А вспоминается-то как-то постепенно, ну вот, как вспоминается, так говорится. Вот так что, ну да, светлое такое было время. Да, еще там была такая небольшая ситуация, что тоже очень хорошо, я уже помню, взрослая такая, где-то 12, наверное, мне было 13. Вот картинка, значит, лето, а заборчик между нашими частями был очень маленький. Да, и там в некоторых местах его и не видно было. Да, да, был очень маленький, и вот лето, у меня каникулы, но у тебя не было, что, где-то ты была. Значит, тетя Галя с одной стороны там чего-то делает, моя мама с нашей стороны, и разговариваю так хорошо. Ну, а мне аж интересно, а я стирала. Надо было побольше слушать теперь, чтобы вспомнить. Значит, я взяла такой таз, помню, вот алюминиевый такой большой, и чего-то там свой стираю, но мне же хочется как бы еще ближе. Я, значит, этот таз, это только, в 12 лет можно так сделать, я, значит, одним концом его, ну, полной воды, мыло, ну, довольно тяжелый. Значит, и одним концом я приперла его к дереву, а вторым концом просто ногой держу, и стираю, и слушаю, во все глаза. Ну, и в определенный момент, значит, там кто-то меня отвлек, и я, значит, шаг назад, и весь этот таз мне, значит, ребром и на ноги. Ой. Боль ужасная. И дитя говорит, ну, тетя Галя говорит моей маме, Яня, быстренько, надо к врачу, надо к врачу, потому что смотри, там уже что-то, может, нога сломана. Ну, как бы, ну, мама меня тоже, конечно, любила, но она, ну, видите, немножко опала нога. В общем, меня к врачу не повезли. Но я помню очень хорошо, что тетя Галя тогда говорила, что надо обязательно к врачу, там, ну, я там поойкала дня три. Ну, как бы, оно и прошло, потом делала. Потом, через 10 лет, вот эту ногу, я всю жизнь, вот, больницы ломали мне ее, переделывали, переламывали, и теперь она болит. В общем, боги-моги. Что значит сразу нет? И погоду чувствуешь, да, по этой ноге? Погода, это дело 10-е, я уже на каблуках ходила, из-за этого кости не срослись там, как нам. Вот, долго ходила, то есть там косточки, ну, вот так, вот так. Вот, ну, что еще, кошечки были у нас, собачки. У нас Машка была, помнишь, Машка, кошка такая была, серенькая. Да, потом вот эту вот кошку нам, котенка, не котенка, кошку подбросили, девеньку вот такую англорскую, но это тоже, это было что-то. Наша кошка это не ест, это ест. Потом ее стало тошнить, она оказывается в интересном положении. Думаю, так две семьи за ней ухаживали, за этой кошкой. Вот, ну да. Помню, как мы прятались, Марина, моя сестра, меня, значит, подбила. Вась, прячься, чтобы нас никто не нашел. Вот они будут искать, волноваться, и найдут нас, и больше никогда ругать не будут. Будут уже любить нас, и мы с ней спрятались. Вот для чего. Огромный куст. Огромный куст смородины красной, и вот нас ищут, и мама, и тетя Галя, и бабушка, а мы сидим. Потом мне уже жалко стало маму и бабушку, мы уже потом вышли, нас так ругали, так ругали. Потом помню, как живую рыбу покупали, и мы, ну, жалели ее сразу жарить, так мы ее в бочку уговаривали маму, чтобы пустили ее в бочку. И они наплавали эти рыбы, мы там кормили, а потом, ну, наверное, я не знаю, ты участвовал в этом, но нет, были у нас гуси, утки, утки. И мы для них с Мариной выкапывали такой бассейн, то есть выкапывали метр-полиметра глубиной, наливали туда воды, искали эти утки, и смотрели, как они там плавали. Я помню, что привозили этот брикет, опять же, возвращаясь, брикет, значит, одновременно же и нам, и вам. Так вот, тетя Галя носит, и я ношу, тетя Галя, и моя работа вам. Тетя Галя себе. Тоже сильная? Ну, я аж не носила подвою. Ну, ты же тоже спортсменка. Я видел, ты на велосипеде на спортивном каталась, там фотографии у тебя есть, там, да. На старшосе или какой там этот велосипед. Кто в велосипеде не катался? Нет, на таких мало кто катался. Это спортивный конкретно велосипед, да, спортивный. Когда я ушла замуж, у мужа была велосипедовая. Старшосе, да, хороший. Это профессиональный велосипед. Было много чего интересного. Ну, такая была интересная жизнь в частном доме. Я всегда с радостью вспоминаю эту жизнь, несмотря на какие-то перипетии. Было много всего. Там родители то мирились, то ссорились. Как-то у них своя жизнь была, а у нас была своя, безоблачная. Мы никогда не ссорились с детям. То есть это как-то всегда мимо проходило. Это правда, да. Это всегда было все хорошо, все дружили. Вот, так что да, это такие самые теплые воспоминания детства. Такая какая-то свобода. Помню, как мы весной кораблики пускали на брюши, на брюши. В общем, по Галине Ивановне у меня, конечно, самые, вот именно такие, до 18-20 лет я не помню, в общем, самые хорошие воспоминания. Так что, пусть она знает, что мы помним, что я помню и ее мусс, и ее пюре вкусное, картошечку. И спасибо ей за то, что она меня слегка подкармливала. Это я все помню. Так что пусть, вот, Галина Ивановна, знайте, что я это помню. Спасибо. Пусть она на нас смотрит, и нам... Одна восьмая, восьмая. И нам там как-то от того света благоприятствует, Шура. Конечно, больше всего тебе. Потому что ты ее дала многое. Ну и нам немножко. Любви.